В чем главное отличие между теми, кто действует, а тех, кто нет? Ответ один — уверенность. Когда человек совершенно в чем-то уверен, когда он верит во что-то, не в общем, в целом, а конкретно уверен, когда вы точно уверены, что «вот это даст результат, и моя жизнь изменится», то вы выполните это действие. Если вы уверены, что не сработает, то и браться не будете. А где-то между — пустынное болото. Может, сработает, а может и нет. И там люди гибнут. Если у вас нет выбора, вы заставите вещи происходить. Наш случай тому подтверждение. Но обычно выбор есть, и вы не уверены, сработает ли. Как-то давно я подумал, как люди добиваются своих целей после неудач, что меняется. И я стал интервьюировать их. Сотни людей, потом и тысячи с моих семинаров, когда я просил целые группы давать мне обратную связь. И каждый раз все сводилось к одному. Самое важное — поверить, поймать импульс. Вот почему богатые богатеют, а бедные беднеют. Мы понимаем, что разница в мышлении, но в чем именно? Я тут набросал небольшую схему, и я сейчас наглядно покажу. Первое, от чего зависят ваши действия, я напишу это здесь, в левом верхнем квадрате — это потенциал. Какой потенциал у человека? Вот вы. Вы сделали то, что раньше никому не удавалось. Пробежали милю за 4 минуты. Столетиями люди пытались это сделать, а Роджер Баннистер смог. Как он это сделал, вы помните? Вы сделали то же самое в своей отрасли. Миллион баксов за день. Никто раньше этого не делал. А после вас многие это повторили, это стало возможным. Баннистер не только тренировался физически, он изменил подход, он тренировал и сознание. Раз нельзя было сделать это физически, он достиг этого в голове, чтобы в такой результат можно было поверить. Остальное сделало тело. После того, как он установил этот рекорд, за 2 года 37 человек его повторили. Потрясающе. Раньше это считалось невозможным. Каждый, кто покупает ваш продукт, имеет выдающийся потенциал. Он может сделать больше вас или меньше, если хочет. Но потенциал у них есть, такое бывало не раз. Воплотят они его в жизнь или нет, зависит от действий, которые они предпримут, и это очень важно. Можно подсмотреть идею и ничего не сделать. А мы знаем, что действие определяет конечный результат. Это очевидно. Большинство людей уверены, что знают свой потенциал, что ты им не говори. И это влияет на их действие. А действия влияют на результат, что, как ни странно, усиливает то, во что они верят. И цепь замыкается. Вот пример. У человека есть безграничный потенциал. Возьмем это за основу. Но мало действий, слабый результат. Почему? Потому что у них проблемы с уверенностью. Они не верят, что у них получится. Вот у Фрэнка Керна Дауниева крутая прическа. Или у него, ведь он такой собранный, но не у меня. Может, у Робинса, потому что он светит зубами. Это такой образ мысли, но вы понимаете. И получается, что вы не верите в свой потенциал. Вам захочется действовать? Неа. Вот именно. Скромный потенциал, скромное действие. Какой результат? Убогий результат. И как он повлияет на ваши взгляды? Видите, я же говорил, это все впустую. Ничего не выйдет. Потенциала еще меньше. Еще меньше действия. Результат хуже. И уверенность все слабее. И эта тварь себя подпитывает все сильнее, утягивая вас за собой. Как болото. Болото. И вы ему помогаете. И вы ему помогаете. Но что, если что-то вдруг случится и наполнит вас абсолютной уверенностью? Не типа «я думаю», а «я знаю». И вы, и я, мы знали, потому что выбора не было. Мы сожгли мосты. Вариантов нет. Нужно было выбирать свой путь и жить с этим. У нас разные пути и разные причины, но суть одна. Если вы уверены, что все получится, я найду способ. А если он не сработает, создам свой, так, чтобы получилось. И потенциал бьет ключом. А когда вы уверены в своем потенциале, вы действуете. А когда вы действуете и верите в себя, то получаете выдающиеся результаты. И ваш мозг говорит вам «вот, а я говорил, что выгорит». Я говорил, что я молодец, потенциал сильнее, больше действий, лучший результат. Именно ты превратил 300 баксов в неделю в 2500. Потом в 100 тысяч в месяц и миллион в день. И ты так же. Надо поймать импульс. Богатые богатеют, бедные беднеют. Кто-то скажет «надо действовать, запуститься, и там посмотрим». И потом говорят «мы пытались». Но это как продавец, который ходит от двери к двери и говорит «вы же не будете брать, да?» Точно. И даже если он это не говорит, по его лицу видно, он не верит, что сработает. И его голос, его жесты, его подача, все настолько слабое. Может, кто-то из сотни и купит, из жалости к его детям, но результата не будет. Главное различие тут в том, как люди обретают уверенность. Когда мир ее отнимает. Ты пробуешь и пробуешь, уже залез в долги, а все не выходит. Как не опустить руки? Так, как это сделал ты, или как я, или как делаешь ты. Может, даже бессознательно. Потенциал мы не трогали, он всегда есть. И дело не в том, чтобы больше делать. Если думать, что ничего не изменится, это бессмысленно. У нас в голове был результат, который дал нам уверенность, как если бы это уже случилось. Правда или нет? Правда. Приведи пример, а то подумают, что я все выдумал. Ну, когда у меня ничего не было, я уже знал, что буду ездить на Феррари и Порше, потому что я всегда хотел эти машины. Я уже знал, что они у меня будут. Это было неизбежно, я не сомневался, это было предрешено. Но как ты это делал? Был какой-то ритуал? Прокручивал в голове каждый день? Или подумал один раз? Или... Субтитры сделал DimaTorzok